Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Начинаю новый влог. Вчера я вам выложила видео, которое должно было выйти, когда я уже буду в Грузии. Но почему-то мне в последнее время кажется, что видео, когда поздно выставляешь, они теряют какую-то свою актуальность. А во время того, как мы будем в Грузии, по-любому в отеле будет Wi-Fi. Я смогу, например, ежедневно снимать влог, вечером его монтировать, а на ночь, например, ставить на загрузку. На крайний случай. Поэтому там я в мукбанке говорю, что это видео выйдет тогда, когда мы будем в Грузии. Но это на самом деле не так. Если вы думаете, что я сейчас в Грузии и не подписана на мой инстаграм, то нет ничего подобного. Я просто решила в этом месяце выложить. Да, тем более, еще времени очень много. Еще успею снять контент для этого периода. А я, получается, уже второй день дома одна. Мой день проходит очень продуктивно. Безумно классное настроение. У меня, не поверите, ну прям везде порядок. Каждую вещь я кладу на место. А сейчас я, пожалуй, пойду, наверное, в супермаркет и куплю себе немножко вкусняшки, потому что холодильник у меня прям пустой. Так, я уже дома. Сейчас покажу, что я купила и сколько это все мне обошлось. Купила вот такую шоколадку Милка. Я вообще хотела взять Несте, но ее, к сожалению, не было. Взяла вот такой кончик. Совсем не обратила внимания на срок приготовления. Его, оказывается, приготовили два дня назад. И стоил он вот такой красавец всего один доллар. Один такой небольшой хот-дог. Свежий, прям мягенький. Ну как же без кислой пастилы? Я вот не знаю, где найти. Прям очень-очень кислую. Взяла три банана. Я такие не очень люблю. Я люблю переспелые, но их не было, поэтому взяла такие. Оставлю пару дней, и они будут готовы. Два мороженых. Одно Магну. Очень дорого, на самом деле. И вот такое похожее мороженое. Это для сыночка. Твиксик. Он, правда, кстати, не очень любит подобные жидкие кормы. Не знаю, почему. Его бы воля, он только сухой будет кушать. Но мама говорит, нужно ему сбалансированное питание. Поэтому мама даже порой специально готовит для него домашнюю еду. Кстати, вот когда я Твиксика принесла с улицы, мама ругалась на меня. А сейчас мама меня любит меньше, чем Твикса. Круассанчики взяла от Seven Days. Мини-версия. Они были на скидке. Взяла три жвачки. Все от Orbit. Дирол стоит дешевле, но почему-то в последнее время Дирол в ужасном состоянии. Они конкретно поменяли формулу, наверное, чтобы продавать ее дешевле. Я прям сердечко свое отдала за этот Донисима. Обожаю. Сколько бы он ни стоил, я готова его покупать. Залюбуется. Прям лучший йогурт. И последнее. Чипсики Лейс. Взяла маленькую упаковку. Потому что если возьму большую, доем до конца. Поэтому же лучше взять маленькую. Взяла с луком. И самое главное, сколько денег я потратила. Всего 21 монат. На мой взгляд, это недорого. Учитывая, что только мороженое здесь стоит 4 моната. Мне кажется, очень даже бюджетненько я уложилась. Потом я решила немножко заняться домашними делами. И думаю, что же это не заснять. Заодно решила немножко вам рассказать про то, как двигается моя новая идея открыть канал на азербайджанском языке. Также, естественно, я открыла инстаграм на азербайджанском. И вести два инстаграма не так уж уж сложно, как вести два ютуб канала. Для своего нового инстаграма я стараюсь по возможности постоянно снимать контент. И также тот контент, который у меня уже был на русском. Я просто его перевожу и публикую там. Результат реально отличный, учитывая, что я только начала. Конечно, это все не без участия моих подружек, которые реально меня поддерживают, постоянно отмечают и помогают. Если бы не их помощь, возможно, мой инстаграм тоже бы пошел бы хорошо. Но не с такой скоростью, как это все двигается сейчас. У меня уже есть видео, на котором 100 тысяч просмотров. И это учитывая, что у меня всего 7 видео в профиле. Короче, с инстаграмом все хорошо, что я не могу сказать про ютуб. Здесь я изначально допустила грубую ошибку. Я не стала создавать новый канал, а просто загрузила свои новые видео на азербайджанском, на свой бумажный канал. Это изначально была ошибка, потому что на этом канале всего Азербайджан 2%. И все люди заходят, видят, что видео на другом языке, потом выходят. Плюс там есть старые видео, и там, в общем, получается целая каша. И даже если опустить этот аспект, все равно вести два канала одного типа на разных языках и публиковать настолько часто контент на обои. Очень сложно, но в принципе возможно. Я прочитала один комментарий, который заставил меня задуматься. Девушка на канале Айке Эмили написала, что Айка в таком случае будет страдать качеством. И тут с ней очень сложно не согласиться, потому что действительно она права. Я пока точно не знаю, что конкретно я хочу делать и в каком направлении точно буду двигаться, но развивать свой инстаграм на азербайджанском я 100% буду. Получаю столько крутых сообщений от подписчиков, которые живут у нас здесь в Азербайджане и говорят, давно слышали про вас, давно видели ваши видео в ютюбе. Но, к сожалению, из-за незнания русского языка не было возможности вас смотреть. Честно, мне очень приятно коммуницировать с людьми. Я думаю, до нового года у меня уже в моем инстаграме будет 10 тысяч реальных подписчиков. Я накручивать подписчиков в инстаграме, в ютюбе нигде не вижу смысла. Сейчас в моем инстаграме всего 3000 подписчиков, но несмотря на это мои истории смотрят около 5000 человек. И плюс видео набирает минимум-минимум 8000. Поэтому, естественно, это не может не радовать и мотивировать меня снимать как можно больше контента. А сегодня по дому я проделала столько работы. Правда, не все засняла. Кстати, сейчас смотрю, очень даже залипательно смотреть на то, как я убираюсь. Надо было снимать абсолютно все. Как же мне нравится мой новый чайник. Он, правда, хрупкий, с ним надо быть аккуратнее. Но внешний вид, эстетика мне безумно нравится. Сюда я кидаю совсем немного заварки, потому что я одна. Мне, по идее, по налогам нужно пойти, решить некоторые вопросы. Но мне вообще не хочется из дома выходить. Хочется проделать все домашние дела и никуда не выбираться. И, как назло, у меня садится зарядка на камере. Я, наверное, еще пару дней останусь одна, а потом мы с вами вместе поедем в деревню. Уж сильно я соскучилась по этой печке, по этой атмосфере. И вас я обязательно, кстати, возьму с собой. Помните, я вам на Мукбанке рассказывала, что по той дороге, по которой мы всегда едем в деревню, там есть мост, который развалился. Причем развалился он внезапно. Если вы давно смотрите мой канал, то вы наверняка знаете, что в этой области было землетрясение. Я даже подробно вам в Мукбанке рассказывала про этот инцидент, который произошел на моих глазах. И для меня он был, кстати, шокирующим. В связи с движением литосферных плит произошли разломы. И вследствие этого развалился просто огромный мост. Я вам видео тоже выкладывала, там даже машина упала, были пострадавшие и так далее. И теперь оттуда не проехать. Есть вроде альтернативная дорога, но я ее не знаю. И в этой части навигатор, кстати, работает очень плохо. Поэтому я боюсь заблудиться в трех соснах. Давно вы моего Твиксика не видели. Солнышко мамино, радость. Мне кажется, когда я его хвалю, он чувствует это. Он прям меняется в лице, когда я ему говорю что-то хорошее. Сыночек мой. Прикиньте, даже меня не будет. Мы с ним так поздно встаем. И нам, в принципе, по кайфу так. Но когда мама дома, он мне не дает спать. Время уже 20 минут первого. Мне что-то вообще не спится. Не знаю, с чем это связано. Я начала разбирать свою косметику. Хотя завтра мне вставать рано. Мы уже договорились с Амирой, что мы идем на завтрак. А потом она идет ко мне с ночевкой. Поэтому мне, по идее, сейчас лечь спать. Но спать не хочется. Поэтому я решила разобрать свою косметику. Вот этот хайлайтер, кстати, я решила выбросить. Потому что я его переспрессовала. И он как-то так неопрятно смотрится. Короче, избавляемся. Еще я, пожалуй, избавлюсь от двух помад. На самом деле, это такие бочонки. Здесь были бальзамы для губ. Очень крутые. Здесь внутри помады, которые я переплавила. То есть у меня была, например, светлая помада, слишком темная. Я их здесь переплавила и сделала носибельный оттенок. На самом деле, цвета классные. Но их нужно носить кисточкой. Кисточка потом пачкается. Потом ее надо мыть. В общем, эти танцы с бубнами мне больше не нужны. Я решила просто выбросить. Потому что это мне все надоело. И у меня появилось очень много других новых помад. Я на самом деле не люблю избавляться от косметики. И вообще, у сухих текстур считаю, что нет срока годности. Если только текстура меняется, только в таком случае. У этой помады как раз-таки поменялась текстура. Поэтому я решила от нее избавиться. Хотя, кстати, срок годности у нее не прошел. А тут, кстати, две новиночки от Нармины. Я это все дело вам показывала на азербайджанском канале. Но, скорее всего, вы все это не видели. Поэтому здесь тоже обязательно надо показать. В общем, такая очень красивая помада, хотела сказать. Это бальзам для губ от Belor Design. Очень нежная текстура. И еще очень классно пахнет. Эту штучку мы выбрасываем, а эту помаду оставляем. Дальше здесь блеск для губ. Тоже подарила Нарминочка. Вот такой он блестящий. От фирмы OJ. Или как она правильно называется. В общем, такие блестки. Здесь кисточка. Ходите, я вам сейчас открою. Блеск сам по себе очень миниатюрный. Идеально подойдет для маленькой сумочки. Еще плюс очень красивые блестки, которые уходят вот в такое золото. Правда, камера немножко искажает изображение. Но в жизни очень круто блестит этот блеск. Я сейчас во всем этом ковыряюсь. Делаю свочи и думаю, стоит ли это вам показывать. Будет ли вам интересно вообще. У меня, оказывается, 5 помад от Jeff. Я эти помады очень люблю. Посмотрите, какие носибельные оттенки. Огромная просто линейка. Очень классная текстура. Я вам делала свочи, вы видели это все. И, кстати, пожалуй, у этого видео надо поставить стоп-кадры. Кому не интересно, чтобы спокойно могли перекрутить все это дело. Всего 2 помады у меня от Golden Rose. Это серия Velvet Matte в оттенке 02 и 14. 14 слишком темные, а 02 слишком светлые. Даже не думала, что их столько. От Golden Rose у меня, оказывается, аж 8 помад. Кстати, было чуток побольше. 2 помады я подарила. Там у меня просто повторки были, поэтому я подарила. 3 у меня шиммерные помады от Maybelline. Девочки, от них так круто пахнет. Обожаю этот перламутр. Вот эти 2, кстати, тоже дублируются в 430 оттенке. Это от Evelyn. Я каждый раз себе говорю, что надо взять 1 и пользуюсь только 1. И каждый раз беру разные. В общем, они абсолютно одинаковые. Очень красивый носибельный оттенок. Я, как всегда, испугалась, что вдруг потом его не найду. Как Айка жить будет? Поэтому взяла сразу 2. По-любому, наверное, в сумках тоже есть помады. Здесь я посчитала 36 штук. Я особенно, кстати, люблю помады именно в стике. Просто, девочки, идеально. Посмотрите, как все поместилось. Здесь у меня помады. Здесь я специально переорганизовала. То есть вот эти вот штуки, они регулируются. И можно сделать ячейки размером, которые нужны именно вам. И вот так вот у меня получилось. Здесь тональные, здесь у меня палетки, здесь бронзеры, хайлайтеры. В общем, все поместилось и осталось только место пустым. Одно из самых удачных приобретений на Шейн, это вот такие наборы с резинками. Они очень удобные. Есть и в черном варианте. Так как я брюнетка, мне больше подходят черные. Но я вот одну такую баночку покупаю, и мне хватает на год. И у меня резинок просто полным-полно. Я не ищу. Везде валяются резинки. Здесь, по-моему, 100 штук, если не ошибаюсь. Или 300. В общем, очень бюджетно получается. Чем покупать в городе, там покупать получается намного выгоднее. Но тут одна проблема. Никак не могу найти крышку от этой. Так как это все на запас, я хочу вот так вот разместить. И сверху у нас будут вот эти крабики, которыми я пользуюсь на ежедневной основе. Вот так. Еще я решила тут разобрать бижутерию. Все, что я буду носить, отправить в эту шкатулку. А все, что не буду носить, отправить в мусорку. Например, вот такие сережки. Мне они понравились в инстаграме. Я их заказала. Но я ожидала, что они будут гораздо меньше размера. Действительно, они просто огромные. Хотя хорошего качества. Они изменили свой цвет. То есть, достаточно качественные сережки. Но носить я их не буду. И кто их будет носить, я тоже не знаю. Поэтому я просто избавляюсь. Выбрасываем. Также, пожалуй, избавлюсь от вот таких сережек. Где-то, наверное, год, может даже больше. Они просто валяются. Поэтому выбрасываем. Лет пять назад чокер был очень в тренде. У меня тоже он был. Я даже в универе его носила одно время. Но уже пора от него избавляться. Носить я его точно не буду. Вот эти серьги я, пожалуй, оставлю. Несмотря на то, что они достаточно массивные и тяжелые. И не очень комфортные в носке. Ой, девочки, это прям история. Это мое первое кольцо. Точнее, второе. У меня было первое кольцо золотое. Мамочка мне купила. А это было мое второе серебряное. К сожалению, золотое кольцо не сохранилось. Его пришлось мне продать в трудные минуты своей жизни, так скажем. Но это кольцо тоже я любила. Достаточно долго его носила. Оно мне до сих пор, прикиньте, большое. Но красивое такое колечко. И это все-таки память. Поэтому обязательно его оставлю. Очень не люблю серебро. Но прям помню, как мамочка со мной пошла и купила мне вот это вот колечко. Как сейчас помню, оно стоило 300 рублей. Вот это, кстати, очень красивое, крутое украшение серебряное, которое мне дарила подруга. Но я не знаю, почему. Все мое серебро, оно темнеет и превращается вот в такой металл, который невозможно отмыть. Поэтому я серебро не особо люблю. И куда-то надо это все дело отложить. Или не знаю, куда это девать. Хотя вот этот кулон, он очень даже достойный. Вот эти два кулона мне нравятся. Вот на одном написано Аллах. А второй это такой тапочек. Оба кулона классные, но под них нужно взять цепочки. А цепочки у меня вечно темнеют. Я не знаю, почему. Вроде у других, вижу, цепочки классно смотрятся, но не в моем случае. Поэтому эти два кулона предлагаю спрятать вот в этот большой кармашек. Две вот такие цепочки также отправляются на мусорку. Как сейчас помню, заказывала с Алиэкспресс. И одно время они были очень популярные. Они достаточно длинные, где-то 65 сантиметров. И они должны быть изначально такого цвета, а не под старину. Вот эта стрекоза в отличном состоянии. А у совушки здесь выпал камушек из глаза. Но в любом случае оба я выбрасываю, потому что носить, наверное, не буду. Уже два года просто валяются. Поэтому избавляемся. А вот эти сережки я, пожалуй, оставлю. Я их, кстати, укоротила. И вот эту вот часть, наверное, выброшу, избавлюсь. Потому что они были слишком длинные и неудобные. Поэтому одну деталь я отсоединила. И эти, пожалуй, я оставлю. Они тоже под старину. И мне нравятся. Под какие-то луки можно сочетать. Поэтому пока что оставим. И дальше посмотрим. Воротничок под старину, который тоже был заказан с Алиэкспресс. Наверное, лет 5 назад. Типа я его буду носить. Но, по-моему, если мне не изменяет память. Вот ни разу я его так и не поносила. Внешне он тоже особо не изменился. Но все равно уже такой я точно носить не буду. Поэтому избавляемся. Небольшие гвоздики, совушки и вот такие вот цветочки. Решила показать вместе, потому что решила оставить. По-любому опять носить не буду. Просто будут валяться в шкатулке. Но пока что рука не поднимается. Пусть пока что останутся. Тоже заказывала на Алиэкспресс лет, наверное, 5 назад. То же самое касается этих пусетов. У меня их было, кстати, очень много. Покупала разных цветов. Всем передарила. И вот то, что осталось. Ну и вот это барахло тоже выбрасываю. Вот эти серьги и кольца, кстати, где-то должно быть второе кольцо. Но я такие огромные серьги уже, наверное, носить не буду. Как-то, не знаю, уже не нравится. Некомфортно мне в таких огромных сережках. Да и раньше, кстати, некомфортно было. Зачем я их покупала, сама не знаю. Времени потратили мы, конечно, сегодня много. Но поработали на славу. Здесь у нас такой порядочек. И непосредственно сам ящик. Получилось все очень вместительно. Как вы видите, все очень удобно. Здесь у меня чехлы до телефона. Тут косметоз. Здесь какие-то мелочи. Резинки, заколки. На сегодня уже достаточно. Я уже пойду смывать макияж и спать. Вернусь к вам завтра. Возвращаюсь к вам уже на следующий день. Я уже выбрала, что я надену. Макияж наполовину сделала. Сейчас осталось волоше. Волоши. Осталось волосы заколоть. Мне постоянно, кстати, моя подруга говорит, что ты никогда не ходишь в скини. И сегодня я специально решила надеть скини. Вообще не знаю, почему. Моя аудитория очень не любит, когда я хожу в скини. Их даже в какой-то степени это раздражает. Хотя мне нравится, несмотря что это уже не актуально. Я люблю скини. Мне пришлось подняться аж до пятого этажа. Нигде абсолютно не было мест. Все забито. Я уже на месте. Погода просто замечательная. Столько людей гуляют. Хотя будничный обычный день. В последнее время, насколько я замечаю, бездомных котиков все чаще и чаще подкармливают. И к ним как бы увеличилось уважение людей. Не заметишь никого, кто там пинает котиков или каким-либо образом обижает. Здесь водичку кто-то поставил для котика. Вот кормить все кормят, а про водичку никто не думает. Правда, немножко шуганый котик. Особенно в центре города вы очень часто можете увидеть у нас индусов. Одно время у нас было очень много туристов, именно арабов. А в последнее время я замечаю огромный поток именно индусов. Для завтрака мы решили выбрать какое-то девчачье заведение. До этого я вам снимала, кстати, Саадет. Когда была в заведении, тоже было очень похоже. Но это не одно и то же заведение. Пока нам готовили завтрак, мы решили заказать по капучино. Он здесь был очень вкусный. И вообще в заведении была очень расслабляющая атмосфера. К сожалению, видео не передает этот вайб, но здесь просто волшебно. Каждый уголок — это отдельное место для фотостудии. У меня на самом деле очень странное чувство. Каждый раз, когда я вижу Самиры, у нас настолько быстро проходит время. Мы завтракали, болтали о том и сём. И вдруг мне Самира говорит, если мы едем к тебе, так как мы едем на двух машинах, неохота сидеть в пробке, поэтому давай уже вставать. Я говорю, что значит вставать? Мы же только что пришли. И вдруг я смотрю на время, что время уже три, а в четыре, в пять начинается такая пробка. Я живу вообще на другом конце города, и нам просто час-полтора надо было сидеть в пробке. Так что у нас даже не хватило времени погулять. И как только мы темы находим, на которые можно поболтать. Я сначала хотела сделать вот здесь фотографию, но я вообще не любитель фотографий, если честно. Я просто их делаю, потому что их нужно делать и загружать в Инстаграм. А так моя бы воля, я бы только видео загружала. Конкретно фотографии, это не мой конек. Также здесь интересный был такой стенд с фейс-артом. Но это скорее всего больше для детей, и цены, кстати, тоже были не указаны, поэтому я так и не поняла. Ну а так заведение нам очень понравилось, и даже Самира решила снять отдельное видео для Инстаграма. Я уже дома, хотя мы должны были приехать вместе с Амирочкой. Она вдруг вспомнила, что кошечка мне оставила сухой корм, поэтому она вернулась домой, а я приехала. Я приехала, я отправила ей локейшн, и сейчас она тоже приедет. Но, с одной стороны, все же не делается делается к лучшему. Я немножко еще приберусь дома, подготовлюсь, так скажем. Я уже настолько привыкла ходить в оверсайзе, что уже в скине мне как-то некомфортно. И как только я пришла домой, первое, что я хочу сделать, это переодеться во что-то удобное. Оказывается, у меня прям все-все в стирке, поэтому я надену вот эту футболку оверсайз. Она очень удобная. И обычные свои любимые штаны, которые я ношу дома. Мы на завтраке прям обожрались. Настолько вкусно было. Я вот зашла в супермаркет, думаю, что купить к столу. А когда ты сытый, вообще ничего покупать не хочется. Я подумала, на крайняк, если что, спустимся и где-то поужинаем. Кругом везде, слава богу, сейчас рестораны, какие-то только нету, цены разные, акции вести. Так что планов у нас так. Называйте меня просто флорист. Посмотрите, как круто я сформировала букет. Красиво? На самом деле, очень красивые цветочки. Самир решила меня порадовать. Что там происходит? Там фотосессия Твикса и Самирочки. Кстати, Твикс отнесся к Самире как родной просто. В общем, такая красота у нас здесь. По дороге купили, там на улице продавали. Вот. Ай, падает, падает, падает. Нормальной вазы у нас нет дома. Единственная беда в этом заключается.